Строители, монтажники, наладчики. В 1972 году люди этих профессий стали почетными пассажирами первого курского троллейбуса, который вышел на улицы города. Строительство троллейбусного комплекса обошлось Курску в 2 миллиона рублей. Солидная сумма по тем временам. В создании столь важного объекта принимали участие сотни горожан. Поэтому курский троллейбус можно назвать народным и еще совсем молодым. В августе ему исполнилось 40 лет. Юлия Абрамова расскажет подробнее. Первый троллейбус на дороге Курска выехал в августе 1972. Тогда маршрут был только один. Красная площадь, троллейбусное депо. Каждый день на линию выходило 15 машин. Только за первый год услугами нового общественного транспорта воспользовались больше двух миллионов человек. Сегодня троллейбусы курсируют по девяти маршрутам. Их общая протяженность 75 километров. Каждый год автопарк обновляется. За последние три года приобретено 29 новых троллейбусов. 17 из них собраны в Курске. Такие же, возможно, появятся и в Подмосковье. Сегодня у нас здесь побывали делегации из Химки, Видное, из Подольска. Они заинтересовались этими троллейбусами. И, скорее всего, мы станем здесь вопорным пунктом по реализации сборки и реализации этих троллейбусов минского производства. К юбилею еще один новый троллейбус с номером 40. Ключи от электромашины получил один из лучших водителей. За рулем 33 года. Говорит, за это время условия работы существенно изменились. Сейчас намного легче работать стало. В принципе, вождение троллейбуса. Тогда были и модификации другие. Они не такие были совершенные, как вот эти. ЗИУ-5, две двери. Для пассажиров неудобно было. Ну, а сейчас все. Для пассажиров комфортно. Для водителя вообще все удобство. Работаешь, отдыхаешь. А еще в новых троллейбусах бесплатный доступ к сети интернет. Современный транспорт доступен и комфортен и для пассажиров с ограниченными возможностями. Остановится он с похода движения. То есть, кинуть сюда, у него здесь колесочкой. Нажимает он здесь, откидывается. Чтобы ему руку положить, вот он должен был ездить. До конца года автопарк планирует пополнить еще тремя новыми троллейбусами. В 2013-м работа продолжится. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕИМ.